Остров Сардиния самый теплый итальянский остров в зимний период, но согревая здесь людей, особенно гостей этой земли, не только мягкий климат, но и теплая молитва. Вот уже 10 лет исполнилось приходу Русской Православной Церкви в честь преподобного Савва Священного, и первую серьезную годовщину здесь отпраздновали как раз на престольное торжество, память преподобного Саввы. О значении святого для всей жизни Русской Церкви перед совершением Таинства Исповеди кратко рассказал прихожанам настоятель, отец Николай Вольский. И мы знаем, что церковь наша служит по уставу Иерусалимской Церкви, то есть по уставу, который сложил сам преподобный Савва Священный. Для нас это большая радость, что праздник Савва Священного припал в воскресный день, что люди, которые работают здесь, могут посетить Храм Божий только в воскресенье. Войная радость, братья и сестры. И это очень важно, ведь подавляющее большинство православных прихожан в Калерии – украинские женщины из семьи зарабичан, тех, кого жизнь заставила искать заработок вдали от Родины. Храм для этих людей – это и причастие Святых Христовых Таин, и причастность к Родине. Он дает нам много вдохновения, поддержки. Мы здесь собираемся, чтобы помолиться, чтобы нам стало немного легче, не столько физически, сколько духовно. Прийти на исповедь, рассказать внутренние проблемы, которые у нас есть, которые мы накопили, это нам очень помогает. Без Храма нам было бы очень тяжело, грустно, и не было бы такой сплоченности. Одним из первых помогал наладить православное богослужение в Калерии еще до основания прихода, почетный консул Республики Беларусь в регионе, господин Джузеппе Карбони. Первую литургию на церковнославянском отслужили священники из Беларуси, России и украинские монахи, подчеркивает Джузеппе. Такие сардинцы, как господин Карбони, переживают о единстве православного мира. Возможно, потому, что Сардинья на 4 века дольше остальных частей западного мира оставалась православной. Есть большая общая история, есть очень много святей, которые очень важны на Сардине, которые важны тоже для православных. Поэтому я думаю, что это присутствие дает возможность тоже развивать нашу общую историю. Это тоже понятно, для сардинцев это очень важно, потому что через религию можно еще больше знать славянскую культуру, которая все равно важна, потому что здесь очень много жителей из этой страны живет уже здесь, с нами работают. Все чаще в православном приходе русской церкви можно увидеть и итальянцев, которые приняли православие или интересуются православной традицией. Сам же храм любезно предоставлен православной общине в пользование сардинским аристократическим родом Аймерих. Он является фамильным, семейным. И вот уже несколько лет здесь собирается многонациональная православная семья. На праздничной лети вокруг храма и квартала можно было увидеть бок о бок русских, украинцев, белорусов, грузин, молдаван, киргизов и итальянцев. Все в нынешнем году смогли поклониться частицам мощей преподобного Савва, священного и святителя Николая Чудотворца. Ковчег с ними недавно даровал один из благодетелей. Для нас это большая радость, что в десятилетие нашего прихода в нашем храме почивают вот такие большие святыни. В завершение службы прихожане поздравили с наступающим днем ангела-настоятеля отца Николая, пропели многое лето и всем прежним настоятелям, которые потрудились в деле становления православной общины Калерии. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Сардиния. Италия.